Ну что, давайте продолжим нашу лекцию. Мы закончили на обсуждении свойств дефиаморфизма Аносова и более конкретно на его метрическом перемешивании. Мы рассматриваем модельный пример. Сейчас мы рассматриваем линейный дефиаморфизм Аносова на двумерном торе. И более того, мы взяли самый простой его случай, матрицу 2.1.1.1. Что такое метрическое перемешивание? Я напомню, что это свойство, что для всяких измеримых множеств А и В мера прообраза А пересеченная с В стремится к произведению мер. То есть мера А по мере итерирования, так сказать, размазывается равномерно по фазовому пространству. Вот это свойство означает, что ФА метрически перемешивает. Мы хотели бы доказать это свойство для дефиаморфизма Аносова, потому что, напомню, что метрическое перемешивание это довольно сильное свойство. Например, даже повороты им не обладают, хотя поворот на иррациональный угол довольно хаотичное отображение, как мы говорили. Но из метрического перемешивания, как мы уже обсуждали, следует эргодичность. Относительно новорядной меры у нас будет мера Лебега на торе. И из эргодичности относительно абсолютно непрерывной меры следует топологическая транзитивность, то есть существование всюду плотной орбиты. Доказать метрическое перемешивание, казалось бы, особенно в лоб, не очень легко, потому что всех множеств просто очень много. Нам надо как-то множество ограничить, проверять только на каком-то разумном классе множеств. Но мы хотим, на самом деле, проверять на прямоугольничках. У меня всегда, напомню, что у нас вот тор, это, как известно, квадрат со склеенными сторонами. У него есть, на него действует вот это наше отображение. Это его собственное значение. Мы будем брать в качестве А прямоугольнички, параллельные вот этим векторам собственного значения. В качестве Б, это А, модельный пример, в качестве Б будем брать прямоугольнички просто параллельные сторонам тора. Давайте проверим, почему этого достаточно. Первое утверждение, что для любого объединения, конечного объединения прямоугольничков, тогда, предположим, что у нас есть перемешивание для прямоугольничков, тогда для любого конечного объединения прямоугольничков перемешивание тоже есть. Такого вида, да, соответствующего вида. Пусть у нас А, это объединение Аитах, где Аитые все прямоугольнички вот такого вида, это Битые. Б, это объединение прямоугольничков вот типа Битых. Я проиндексирую по-другому, Ж от Иринечки до Э. Бжитые все не пересекающиеся. Пожалуйста. Как это пишется? Вот так вот кажется, это называется не пересекающиеся. Ну, дальше просто идет распределительный закон. Ну и свойства и меры, что раз объединение дизъюнктное, то меру суммы множества на сумме мер и по Ж соответствующим произведениям. Мем Аитая, мем Вожитая. Ну, дальше использую распределительный закон. Получаем, что это все равно, что мера А на меру Б. Очень хорошо. Для объединения прямоугольничков доказали. Осталось доказать теперь для произвольных множеств. Ну, у нас по определению меры Лебега измеримое множество так устроено. Вот какое-то измеримое множество А с волной. Можно найти А, состоящий из прямоугольничков, ну, с параллельными осями. С осями параллельными, там, осям координат или с осями параллельными вот этим двум векторам, неважно. Такое, что мера симметрической разности А с волной ИА меньше какого-то там эпсилона. Эпсилон на 4 я сразу возьму. И, соответственно, на Б мы тоже можем приблизить такими прямоугольничками. Ну, при... А сейчас А это мы приближаем какими прямоугольничками? А с волной это произвольное множество. А мы приближаем прямоугольничками параллельными собственным векторам вот этой матрицы. Не знаю, как ее назвать. А, да, у нас, правда, А сейчас слишком много стало. Давайте я назову А красивую эту матрицу. Да, у нее есть два собственных вектора, и у всех АИТах прямоугольничков стороны параллельны осям, собственным векторам матрицы 2, 1, 1, 1. Вот, я давайте даже напишу, это λ1, λ2. Это λ1 и λ2. Это собственные вектора. Ну, у b это просто оси Тора. Ну и b, соответственно, b с волной какое-то произвольное множество тоже можно приблизить множеством b. так, что мера симметрической разности меньше ε на 4. Дальше нам потребуется в основном какое свойство, то, что мера множества А не превосходит суммы А с волной плюс симметрической разности и наоборот. Мера А с волной не превосходит мера А плюс мера симметрической разности. Вот. Давайте, воспользовавшись этими наставлениями, докажем перемешивание для произвольного множества. Это делается так. Давайте оценим разность мер А с волной минус мера А с волной мера b с волной. Не превосходит. Не превосходит. И дальше я напишу с вашего позволения просто выражением. Сначала, как бы, первый множитель расписываем так, ориентировочно. Это мера f минус nt от А с волной с А пересечь с b плюс мера f минус nt а пересечь с b с b с волной плюс а пересечь с b вот это, как бы, наше первое слагаемое минус второе, как бы, слагаемое минус ну, не как бы, ну, минус мера А мера b и плюс вот эти вот огрызки опять мера А на меру b симметрическая разность с волной мера b с волной на симметрическую разность А и А с волной. Здесь везде один и тот же фокус используется. Вот. Ну, что мы видим? У нас мера инвариантна, поэтому вот эти вот множество... Ну, вот, давайте я вот, например, нижнюю строчку прокомментирую. Что вот это такое здесь написано? Давайте посчитаем меру совместную вот этих трех множеств. Вот эта сумма не превосходит меру А умножить на меру b плюс мера симметрической разности. Правильно. А Давайте вот эти три числа сложим просто. Я говорю, что это больше, чем вот это вот. Да, но как-то неправильно. Ну, то есть у вас под модуль, а там не под модуль. Ну, почему мы складываем, если мы хотим доказать это, что это не правильно? Ну, то есть мы доказываем донера, а тут мы переходим от донера и закричем более слабо. Уже в этих неравенствах и улогика. Сейчас, я хочу сказать, что это просто меньше любого наперед за одного числа можно сделать. Нет, потому что это разность меньше наперед за одного числа, это понятно, потому что у вас ну, ладно, вот не просто эхо само неравенствах. Ну, как его аккуратно поставать? Между вот этим и вот этим? Да. Ну, смотрите, как бы это либо больше нуля, либо меньше нуля. Когда больше нуля, можно одно из этих слагаемых, то, которое больше, заменить на большее, то, которое меньше, заменить на меньшее. То есть у вас как-то вот те неравенств, которые не были, они как-то вылогатся угрозами с прообразами, как роботы, все-таки у вас же тут прообраз и симметрическая разность, а просто симметрическая разность. А, у меня дефиморфизм, это какая разница? Это дефиморфизм Забоносова. А, это дефиморфизм? Да. Не, ну, хорошо даже. Так, вот, меру, то есть вы, типа, меру А заменяйте на меру симметрической разности, плюс меру А, а почему-то, ну, вот, я бы понял, если бы и там было бы, и там было бы, если бы первых гусландарий, я бы понял, а потом бы ее почему-то на меру симметрической разности, так спокойно заменяйте. А-а-а! Ну, смотрите, ну, вот это и вот это как бы сначала группируется, а потом к этому вот это. Третерор разный. Да. Все, да. Мы пользуемся тем, что у нас мера инвариантна, поэтому мера симметрической разности и мера прообраза одинаковы. Поэтому вот эта мера, она уж точно не превосходит меру симметрической разности, и, в частности, не превосходит Апсилон на 4. Эта мера тоже не превосходит меру вот этой симметрической разности, если это не превосходит Апсилон на 4. Это не превосходит Апсилон на 4. Это тоже не превосходит Апсилон на 4. И все это дело не превосходит Апсилон, плюс вот эта вот, ну, разность модулей. При достаточно большом n разность модулей тоже можно выбрать меньше Апсилона, если это будет не превосходить 2 Апсилона, для достаточно большого n. Средовательно для достаточно большого n вот эта разность стремится к нулю. Очень хорошо, но что-то осталось недоделанным в этом упражнении, а осталось недоделанным вот что. Мы не обосновали самый наш первый факт, то, что для любых прямоугольничков такого вида это верно. Давайте попробуем это как-то понять. Как выглядит очень большой... Как выглядит правопис f минус nt от a, где a вот такой вот прямоугольничек? Ну, он вытянется вдоль той стороны, у которой, собственно, значение меньше единицы, и сожмется вдоль той стороны, у которой, собственно, значение больше единицы, и останется прямоугольничком. То есть он выглядит как-то так. Но на самом деле... Так это... В какой-то момент его длина станет больше длины Тора, естественно, и он начнет, так сказать, на этот Тор наматываться. То есть если мы поглядим на этот прообраз, мы увидим картину вроде знаменитой обмотки Тора, только она чуть-чуть, так сказать, в какой-то момент она оборванная, и самая эта лента не... Ну, имеет конечную длину. То есть мы увидим что-то вот такое. Пенометрия. Пенометрия. Ну, там закончилось. Давайте проведем... Давайте посмотрим на одну из линий на как-то... параллельных одной вот этой длинной стороне. Эту линию я назову, скажем, ну вот, Ж. Вот у нас есть линия внутри этого прямоугольничка, и посмотрим, как она себя ведет. Мы проведем любую... проведем вот ось Тора. Вертикальную или горизонтальную на самом деле неважно, но я провел горизонтальную. на ней наше Ж образует иррациональный поворот. Точки пересечения вот этой оси с Ж... Давайте. Точки пересечения с Ж... Да-да. Образуют иррациональный... Поворот. Ну, то, что они повороты, это очевидно, а то, что угол иррациональный, это видно, потому что собственные значения иррациональные, и, значит, тангенс угла наклона должен быть иррациональным. Ну, потому что если бы у вас... А, вот здесь вот типа... П и Ку оба числа были бы рациональны, то это равнялось бы рациональному лямту П Ку. А, да-да-да. Вот. Поэтому... Это поворотно-иррациональный угол. Как мы знаем, иррациональный поворот равномерно распределен. Следовательно, для очень большого n какова вероятность, что он пересекается с... Что наш интервальчик Ж пересекается с Б? Ну, она складывается из двух условий. Или, скажем иначе, какая мера точек из Ж пересекается с Б? Мера Ж пересечется с Б ко всей мере Ж. Она... Это, как это сказать... Одномерная мера Лебега. Чтобы пересечься с Б, надо, во-первых, попасть в нужную прямую горизонтальную. То есть нужно быть на Б по стороне. Давайте у Б обозначим одну сторону. Б вертикальная, другую — Б горизонтальная. Во-первых, надо попасть в Б по вертикали, то есть попасть на нужную горизонтальную линию. А во-вторых, на самой этой вертикали попасть в отрезок, лежащий в Б. Но вероятность попасть в отрезок, лежащий в Б, пропорциональна его длине, потому что поворот... Что такое бывает, что такое Б? Это просто Сторона Б. А Б взято специально? Такое вот на горизонтальной линии... А, ну нет, это неважно, это просто может быть Б здесь, пожалуйста. А мы же можем попасть в Б, не упадая в Жи, б видно? А, ну, точнее, это, ну, еще раз, это мера Жи... А что значит мера Жи? Мера Жи? Одномерная либековская мера. Длина. Длина В, а потом горизонтальную ось под нее подкройка, да? Да. И еще раз. Что мы это смотрим? Мы считаем? Сейчас. Почему это так? Ведь, ну, типа, мы же можем попасть в квадратик, и если мы Жи пересекли или провину, например, пересечения. Ну, типа, мы же можем как-то по-другому зайти, так чтобы нижнюю сторону квадрата не пересечить. Мы все равно попадем. Ну, мы в него попадем просто на другом уровне. Я как бы говорю, что, смотрите, ну, как бы все точки Жи делятся на те, которые лежат на нужной вертикали, и на те, которые не лежат. Вероятность, что они лежат на нужной вертикали, БВ. Из тех, которые лежат на нужной вертикали... Почему БВ? Ну, вот эта вот сторона БВ. Ну, как бы все... Если они не попали на БВ, то они мимо этого квадратика точно. Мимо этого прямоугольничка. Поэтому только точки, лежащие в БВ попадают в этот прямоугольничек. Но если мы попали в БВ, то наша вероятность попасть в BH примерно пропорциональна его длине. И тем точнее пропорциональна, чем больше наше N. Почему это сходится? Потому что поворот равномерно распределен. И что, что равномерно распределен? Ну, то есть, как будто бы... Это вообще никак не связано с тем, как изменяется прямоугольник. То есть, получается, что вы сейчас докажете, где поворот. То есть, это как-то очень странно, что носло здесь как будто бы не по существу. Мы могли бы, ну, все рассуждения, связанные со носом, еще даже. С какого момента? Вот когда прямоугольник появился на оси, прямоугольник В, можно еще раз рассуждения? Я хочу найти меру точек из Ж, попавшую в В. Только можно, еще раз, В мы сначала не фиксировали? Фиксировали, да. Это первая точка из Ж, это стартующий из Ж или приходящий из Ж за временем? Потому что я вообще никакой зависимости от этого, как оно стремится, непонятно. А что, давайте я назову это ЖН? А. 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 По нему, кажется, лучше стало. Типа зафиксировали прямоугольник? Зафиксировали прямоугольник. Смотрим на наши отрезки ЖН. Давайте, прежде чем... А то, что вот эта ось, она проходит на основании прямоугольника, они специально подобрали ее? Да. Все хорошо. Я говорю, давайте сначала найдем вероятность того, что Ж пересекло какую-то горизонтальную платформочку. Вот такую вот. Вероятность того, что она пересекает горизонтальную платформочку, когда она пересекает вот эту вот прямую, с ростом N стремится к длине вот этой вот горизонтальной... Вы явно зашиваете перемешивание, доказательство перемешивания. Потому что эти события, вообще говоря, ненависимы. Ну, тут геометрически можно просто это посчитать. То есть, мы слишком далеко, например, подойдем к этому прямоугольничку, то мы, как бы, ну, и не попадем. Вот. Получается, вот вы говорите, что оно стремится, но это и есть перемешивание, что вот у вас можно брать независимость. То есть, вы при доказательстве перемешиваете, вот, смотрите, предел распадается, а это же и есть перемешивание. Разве нет? Нет. То, что предел... Это произведение не соответствует вот этому произведению. Это произведение просто произведение сторон. То, что, как бы, для наступления двух событий одновременно, то, что наступление событий по горизонтали и по вертикали независимо, это, как бы, естественно. Почему это не зависит? Как будто бы зависит, чтобы пересекнуть по вертикали, не только пересекнуть угол или нет, зависит, ну, типа, я могу пересечь по горизонтали, но подойти по каким углом, чтобы пересечь по вертикали. Вот, то есть, как будто бы... У меня, вот, у меня ЖН — это кусок иррациональной ботки Тора. Л — это горизонтальная прямая. Вопрос. Число точек... Вот этот маленький отрезочек я называю по каким-то своим причинам BH. он принадлежит L. Вопрос. Число точек... Из ЖН пересечь с BH. Поделить на число точек. Из ЖН... Число точек для... Для пересечения двух отрезков? Что такое? Число точек? Могу длина... А. Сейчас. G пересечим. Это стремится к BH. Для любого L. Теперь возьмем L, меняющее значение от какого-то L начального до L конечного. И проинтегрируем этот предел просто для каждой из этих прямых. Вопрос. 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 Не знаю, я не вижу никакой трудности. По-моему, тут самоочевидно, что из вот этого предела следует вот этот предел. Хорошо, этот предел равномерный по выбору прямой, как нетрудно видеть. Да, я же сказал равномерно сплю. Очень хорошо, если мы доказали это для любого g-ent, то осталось теперь проинтегрировать только g-ent по этой маленькой стороне. Для всех g-ent примерно одна и та же картина. Давайте я здесь напишу меру 1, потому что она одномерная. А здесь меру μ — это честная мера. Ну, соответственно, после того, как мы ее проинтегрировали, получится мера f-ent от a пересечется b, двинется к мере a на меру b. Ну это даже хорошо. Чем уже, тем как бы… Значит, иногда получается, что когда мы будем поделить… Точнее, мы интегрируем это… Сейчас. Мы интегрируем сначала вот так вот, по одной ширине, по другому узкому 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 узкому. Нет, это не фикс. А тут предел уже есть. То есть, как бы, у нас тут появляется зависимость от a, чтобы мы интегрируем, где нет, а там нет. Ну, это оценка равномерная. Ну, типа, то есть, если у вас меньше ε, то это меньше ε для любого. Ну… Сейчас. Как вы это делали? Что мы делали с этим? Мы получили эту оценку, что она сходится. Хорошо. А дальше что мы говорим? Вот это вот, да? То есть, ну да, мы получили. Дальше что мы делали? Ну, мы просто говорим, что если эта оценка… Если эта сходимость есть для любого… Для произвольного выбранного отрезочка, же n, то n, на самом деле… Причем она равномерная, на самом деле, поэтому n… То этот предел эквивалентен этому пределу. Сейчас. Глупый вопрос. Просто… У нас же как сказать… Что значит, что у нас как бы с ростом n, с ростом n, когда вы брали не какую-нибудь, например, ровно посередине, у нас никаких проблем не было. Это не очень, потому что, ну, оно, конечно, сужалось по длине, ровно… Симметрично сужалось, а ровно серединка никуда не пропадала. А вот, если я возьму, чуть-чуть отступлю, скажу, влево или вправо, у меня длина станет значительно меньше, у меня просто это направление… Это же дискретное, непрерывный поток. У меня просто очень непонятно… То есть, у нас это есть зависимость от n. Мы как-то очень привольно интегрируем по n. Интеграл зависящий от n. Мы не интегрируем по n, мы интегрируем по этому отрезку. А нужно лист от n? Нужно лист от n, вот этот отрезок. Ну, хорошо. Можно сказать, что мы не интегрируем предел. Можно сказать, что мы интегрируем неравенство, которое выполнено для каждого из этих отрезочков. Но, в общем, если предел равномерен, то как бы его интегрировать – это всегда одно удовольствие. Да, только не писать хоть как-нибудь, потому что я, если честно, совсем не потерялся. Вот здесь сам интеграл написать. Давайте я назову вот эту вот сторону, как бы ее назвать. Давайте я назову ее а… что ли? Нет, нет. Давайте просто а-энт. У меня такой странный прямоугольчик, который как бы… Длина одной стороны а-энт и другой стороны g-энт. Я хочу сказать, что интеграл по x из а-энтого мера g-энтого начинающегося в а-энтом, пересеченную с b по dx, а равно в мере минус n от а. Мера… Мера… Одномерная g-энтого отрезка, начинающегося в а-эн на меру b, tx – это мера а, мера b. Мера… 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 Что значит g-энт от первого… А, ну… g-энт от x давайте напишу. Пардон… Вот… … … … … … … … надо проверять что-то меньше epsilon сохраняется неравенство если она была для н какого-то у вас это было бы честно если у вас функции это же можно как-то прямой но умноженный на индикатор на самом деле можно сказать что интеграл по главной диагонали умноженный на индикатор вы просто говорите что они близки но вы игнорируете существование этого индикатора можно сказать что множество интегрирования зависит от этого можно так внести его в интеграл чтобы функция получается это не совсем честно потому что там же не нравится там же в общем как-то надо все равно комментировать но на самом деле мы при этом использовали что это отображение дефиоморфизм еще раньше но как бы если в одном направлении дефиоморфизм удлиняет то как бы но то в другом укорачивает когда мы доказывали равенство для нет мы пользовались тем что мера ли бега но смысл фазовый объем он не обязан сохранить но это естественно все эти равенства выполнены только зрения меры но я понимаю что это вызывает разочарование но как бы я понимаю что вам как бы хочется в для линейного дефиоморфизма аносова использую какое-то свойство которое относится к определению дефиоморфизма аносова в общем но она действительно здесь не сыграла так получилось что но на самом деле мы действительно оказали на матриц с определителем 1 для двумерного тора у которых одно собственное значение растягивает а следовательно другое сжимает и действительно есть ровно дефиоморфизма аносова двумерного тора так получается а то что мы использовали что растягивает ну когда мы сказали что вот этот отрезок gn становится очень длинным поэтому можно использовать свойство равномерного поворота ну да пожалуйста очень хорошо но действительно мы вот начали тут говорить о том что есть общее определение дефиоморфизма аносова мы пока к нему не переходим но я хочу поговорить о том что ему так сказать предшествует до этого момента если посмотреть что мы изучали мы изучали так сказать динамические системы в анекдотах то есть мы брали отдельные примеры например там удвоение или вот конкретный дефиоморфизма аносова или там конкретное северо-южное отображение смотрели или поворот даже и смотрели на их свойства мы никак не описывали общее свойство динамической системы теперь мы переходим так сказать к взрослой части динамических систем и будем смотреть уже не на отдельные представители динамических систем а на динамические системы в целом И причина, по которой мы рассматривали до сих пор все эти примеры, в том и состоит Что эти примеры очень характерны, что они иллюстрируют очень важные свойства динамических систем в целом И давайте я дам определение, анонсирую, что мы хотели бы доказать Но на этой лекции мы явно не докажем И после этого сделаем перерыв небольшой Мы говорим, что два отображения F и G Топологически сопряжены Ежели существует гомеоморфизм Такой, что F равно H на G на H в минус первой Это определение типологически сопряженных отображений На это можно смотреть по-разному Но такой самый радикальный взгляд состоит вот в чем Можно думать, что H это что-то вроде замены координат Настоящая замена координат так и выглядит Формула замены координат Поэтому F и G можно думать про это как про одно и то же отображение в разных координатах Хотя это несколько такой упрощенный взгляд и не всегда помогающий Но это помогает понять, насколько много общих свойств у сопряженных отображений Предположим, отображение F принадлежит какому-то классу отображений С Который является метрическим пространством Который принадлежит какому-то метрическому пространству С Ну, например, дефиоморфизмом Самый наш типичный случай Это будут либо дефиоморфизмы Либо С1 гладкие отображения на многообразии Либо какие-то гладкие отображения Например, два раза гладкие дефиоморфизмы Он называется структурно-устойчивым Структурно-устойчивым В пространстве С Если существует такая его окрестность Что для всякого отображения из этой маленькой окрестности Из отображений топологически сопряжены То есть, так сказать, отображение отличается от маловозмущенного Только заменой координат Маловозмутить отображение — это все равно, что делать в нем замену координат Вот что такое структурная устойчивость Сейчас G и H G и F Топологически сопряжены Когда-то существовала мечта о том, что в динамических системах Топологически сопряженное отображение — это открытое всюду плотное множество Но что оно открытое — это как бы ясно А вот что оно всюду плотное, к сожалению, оказалось неверным Поэтому оказалось, что существуют довольно большие области плохих отображений Там, где нет никакой конкретной картины Где нет структурно-устойчивого образца, которому все эквивалентно Но, тем не менее, это все еще полезный взгляд на динамические системы И мы будем стараться доказывать Скорее всего, на этой лекции мы не докажем Ну, это точно, что не на этой, может быть, на следующей Что дефиоморфизм Аносова — структурно-устойчивое отображение в дефиоморфизмах Тора И давайте на этом сделаем 5 минут на перерыв Давайте посмотрим, что вообще бывает у нас топологически сопряженным Что бывает структурно-устойчивым, что не структурно-устойчивым Какие-то простые примеры Ну вот, например, давайте я возьму два отображения Одно будет х переходит в х пополам А второе, я назову у, например, корзинату У переходит в у поделить на 8, на прямой Вопрос, являются ли они топологически сопряженными Что бы мы могли заметить? Мы могли бы заметить, что, например, если бы h было гладким, а не гомеоморфизмом То такое сопряжение сохраняло бы производную в нуле А на самом деле производные разные Поэтому ясно, что гладкого сопряжения быть не может А вот может ли быть топологическое? Вы знаете ответ? Сейчас, может ли быть Сейчас, ну мы же, получается, нам нужно решить Мы же можем прям явно записать это уравнение Да, что предположим, что они сопряжены И у нас что получается? Что h от h минус 1 пополам Это просто, например, х на 8 Да Действительно, это х на 8 Нет, по-моему, это пополам Сейчас, вот сюда Да, знаете ли вы какой-нибудь такого типа функции? Ну, например, если вы возьмете h от, не знаю, как переменные От альфа равно альфа в кубе То можно заметить, действительно, что Корень кубический из х пополам в кубе Это х поделить на 8 Поэтому возведение в куб сопрягает эти два отображения Здесь сразу, в этом маленьком примере, как в капле отражается море Здесь очень много всего, на самом деле, сразу видно Во-первых, видно, что сжатия напрямой всегда сопряжены Надо просто степень правильную этой альфы подобрать И вы добьетесь того, что они будут сопряжены Здесь еще интересно, что вот это отображение является Оно не является липшицевым, но оно является гельдеровым Кубический корень из икса И это проявление более общего явления, что, как правило, это можно формализовать Такие сопряжения действительно являются не просто гемиоморфизмами, а гельдеровыми в обе стороны Что еще мы хотим сказать? Давайте посмотрим какие-нибудь другие примеры Я бы хотел, конечно, перейти к северо-южным отображениям Но чтобы нормально разобраться с северо-южными отображениями Надо сперва разобраться с сохранением точек На самом деле сжатие напрямую структурно устойчивое, но это мы обсудим чуть позже Пока я хочу перейти к северо-южным отображениям окружности Но для этого предварительно я хочу обсудить сохранение периодических орбит при возмущении Это связано с этой темой, но как бы отдельная такая маленькая главка Сохранение периодических Давайте я напишу гиперболических, хотя это некоторые ограничения На самом деле класс шире орбит, которые сохраняются, чем гиперболические Гиперболических орбит Сохранение периодических гиперболических орбит при возмущении При возмущении отображения Во-первых, давайте разберемся, что такое гиперболическая орбита Вот у вас есть точка Х, и она периодическая Давайте рассмотрим дефиоморфизмы На самом деле это не очень важно Многообразие какого-то, ну замкнутого, компактного Сейчас некоторое общее рассуждение, так что сеттинг здесь довольно общий На самом деле это верно не только для дефиоморфизмов Но мне удобнее ограничиться только или У нас есть периодическая орбита Х У этого отображения есть дифференциал в Х Это линейное отображение У этого линейного отображения есть собственные значения Собственные значения этого отображения Дифференциала F В русской традиции называется Мультипликаторами особой точки Мультипликаторами периодической точки Эти собственные значения Дифференциалы на самом деле очень показательны Потому что, например, мы можем осознать Что если эту матрицу можно записать, например, в виде там ε1, ε2, ε3, ε4 Все остальные нули и все ε очень маленькие Ну неважно, на самом деле просто меньше единицы То это отображение в своей окрестности является просто сжатием Оно маленькую окрестность в себя приводит внутрь себя Соответственно, если некоторые из них меньше единицы Некоторые больше единицы То поведение будет уже совсем другое Поэтому изучать такие вот собственные значения Дифференциалов периодических орбит Очень полезно Что значит, что точка гиперболична? Точка гиперболична Ежели ее мультипликаторы по модулю не равны единице Я буду писать просто μ от x Есть несколько более общее понятие Оно гораздо реже встречается Давайте я его скажу Ну как бы гиперболичная точка Это для нас, так сказать, существенное понятие Оно будет встречаться в теории динамических систем все время То, что я дальше скажу Это более широкое и более редко встречающееся понятие Точка трансверсальна Это значит, что ее собственные значения просто не равны единице Давайте что-нибудь докажем про такие периодические орбиты Пусть у отображения f есть периодическая орбита x с периодом p Но p это не просто число, просто какое-то У нас f от x равно x И x гиперболическая точка Сейчас я закрою Вот Тогда Тогда я говорю Существует Окрестность точки x И окрестность отображения f Такая Что для всякого g Давайте напишу Существует i Что для всякого g Из вот этой маленькой Которой близко к f Существует единственная Точка y Периодическое периодо p Ну вот в этой маленькой окрестности x То есть если мало возмутить отображение То гиперболическая точка, так сказать, сохраняется У маловозмущенного отображения есть гиперболическая точка с тем же периодом И Да, я забыл, естественно, сказать, что v от x выбрано так, что Что нет никаких других точек периода p И Это отдельное упражнение Показать, что так можно выбрать Давайте пока просто положим это в условие Что можно выбрать v такое, что нет других Точек Периода p То есть точка x Изолированная Гиперболическая точка Пока мы добавим это в условие Потом мы увидим, что это на самом деле не нужно Вообще Если точка не является Гиперболической Периодической То непонятно, как взять дифференциал Ты в разных точках можешь выбрать Разные линейные пространства И задать дифференциал как угодно Поэтому тебе надо, чтобы точка возвращалась в себя Чтобы ты могла, так сказать, определить дифференциал отображения Корректно Ну, если у тебя там x Переходит в какую-то другую точку y И никогда не возвращается То касательное пространство здесь И касательное пространство здесь Никак не связано Здесь у тебя одни координаты, здесь другие И записать матрицу, которая А, сейчас я понял, что Если бы у нас Было множество значений такое всюду плотно Получалось, что у меня Дифференциал Rp был бы, ну, единичной матричкой Ну, вроде бы Как? И тогда получилось противоречество Что-то гиперболической Ну, типа, я же мог бы взять просто По определению, ну, какой-то дифференциал В этой степени Если положить, что оно все-таки плотно У меня получается, что дифференциал Это единичная матрица А, ну да Давайте это докажем И доказательство здесь ценно тем, что в нем используется Важный подход, который будет встречаться у нас все время В динамических системах Особенно он полезен при доказательстве Теоремосуществования чего-нибудь Это принцип сжимающих отображений Я не знаю, помните ли вы его Но вообще, это такой классический способ доказательства Теоремосуществования решений для дифференциальных уравнений Да, совершенно верно Итерация отображений сходится к единственной неподвижной точке Вот Давайте Пользуясь этим знанием Докажем вот это вот Я не знаю, как это назвать Давайте назовем это предложение А тут пространство дефиоморфизмов многообразия m Да, меня спрашивали в перерыве Я, давайте скажу, под запись Какая у нас метрика на пространстве дефиоморфизмов Но метрика такая, что расстояние между f и g в пространстве дефиоморфизмов Это сумма расстояний между f и g Как функции в c1 Плюс расстояние между обратными к f и g Как функции c1 Вот Ро c1 Да Просто, грубо говоря Не грубо говоря, просто иными словами Отображения близки как дефиоморфизмы Если они близки как отображение Их обратные тоже близки как отображение Вот Очень хорошо Давайте докажем это предложение Давайте предположим, что у нас Вот у нас есть какая-то точка g Вот у нас есть какое-то отображение g Из какой-то окрестности, которой мы еще не знаем какая Но мы хотим найти периодическую точку Мы хотим, чтобы было вот Вот это вот, чтобы было Выполнено Чтобы это было выполнено Что нам надо? Давайте, во-первых, обозначим разность gp Сейчас мне главное за знаками не накомутать gp равно fp минус невязка h Это первое А с другой стороны мы еще скажем, что У нас есть такое отображение f Это fp минус тождественное Ввели просто такое обозначение Сейчас увидим, зачем они нам нужны Давайте решать это уравнение на y Равносильными переходами, как в школе учат Это вот Это все равно, что сказать, что fp от y минус невязка от y равно y Это вот fp Это все равно, что f от y плюс тождественное отображение минус h от y равно y y слева и справа взаимную уничтожность Получилось, что f от y равно h от y Я хочу написать теперь, что y равно f минус 1 Вот h от y Чтобы это мне написать, мне надо сказать, что отображение f обратимо Ну, f обратимо по теореме О неявной функции, кажется, называется Существует, по крайней мере, такая маленькая окрестность x Вот это наше v есть Что это отображение обратимо, потому что у него собственные значения не равны единице А значит, собственные значения его минус тождественное не равны нулю Вот Посмотрим вот на эту штуку Я говорю, что если у нас окрестность u достаточно маленькая То вот это отображение сжимает Почему? Смотрите, f минус 1 Это какое-то фиксированное отображение Если h очень сильное сжатие Почему u, у нас же это же отображение как бы из... В, а почему это если u достаточно? А потому что от того, как мы выбрали u, зависит то, какая может быть величина невязка Если g достаточно близко к f А мы же фиксировали или что? А, уже а, даже фиксировали Да Мы хотим сказать, что если g и f близки То производные у h очень маленькие h сильно сжимает Все к нулю А раз h очень сильно сжимает все к нулю Сильно сокращает отображение между точками То f минус 1 просто не может их сильно растянуть Поэтому отображение f минус 1 h Это сжатие Почему это сжатие? Я говорю, что композиция любого отображения с очень сильным сжатием Это сжатие А h это очень сильное сжатие, потому что u очень маленькая окрестность Вот А значит, существует единственная точка Вот такая вот А я напомню, что это все было равносильными переходами Получено из вот этого То есть действительно существует и единственная точка В этой окрестности Это явление очень общее Давайте посмотрим, как его можно применить Каким-то конкретным случаем Давайте будем смотреть пока на отображение окружности Не произвольного многообразия, а просто s Я сначала рассмотрю два класса Во-первых, давайте поймем, почему повороты не структурно устойчивы Как это можно понять? Ну, повороты бывают, собственно Вот у нас есть поворот на угол альфа Он, собственно, бывает двух видов Альфа может быть иррациональный или рациональный Давайте сначала посмотрим, если альфа иррациональный В любой, сколь угодно, малой окрестности вот этого поворота Есть другой поворот РПQ Уже на рациональный угол У поворота на рациональный угол Орбиты периодичны Если бы они были сопряжены Нетрудно видеть, что сопряжение топологическое сохраняет периодические орбиты Давайте я напишу Топологическое сопряжение Сохраняет периодические орбиты Поэтому если два поворота сопряжены То у них, у обоих, либо периодические орбиты есть, либо их нет Но у поворота на рациональный угол Периодических орбит полно Все орбиты, собственно, у него периодичны А у поворота на иррациональный угол их нет ни одной Поэтому поворот на иррациональный угол не может быть сопряжен с поворотом на рациональный угол Но раз в каждой окрестности поворота на рациональный угол есть поворот на иррациональный и наоборот То, выходит, никакой поворот не является структурно устойчивым Потому что в маленькой окрестности его есть отображение, которое ему не сопряжено Очень хорошо. Давайте посмотрим на наши любимые северо-южные отображения. Они как птички, в какое-либо год, зимой устроены, все точки идут с севера на юг, кроме самого северного полюса. Вот так выглядит типичное северо-южное отображение f. Если мы его мало возмутим, то что? То вот эти две точки перейдут в какие-то другие две точки, немножко возмущенные. f с волной и s с волной. Это получится какой-то f с волной. Это будет другое северо-южное отображение. Можно, конечно, спросить, почему не появится новых, например, неподвижных точек? А, ну, в теореме о периоде, что они же у нас и f с волной близко к f, и f близко к f с волной. Поэтому если вы появились, это значило бы, что и у f они должны быть. Да, совершенно верно. Вот по только что доказанному предложению, у них одинаковое число неподвижных точек, а периодических орбит, которые не являются неподвижными, у них просто не может быть. Значит, у нас есть два таких отображения, и я хочу сказать, что они сопряжены. И таким образом северо-южное отображение окружности структурно устойчиво. Очевидно, тот метод доказательств, который я рассказываю, кто-то все-таки однажды придумал, но я должен сказать, что вживую я не смог, я пробовал давать это как задачу, и я не встретил ни одного человека, который смог бы придумать, хотя после того, как это рассказано, это всегда звучит как что-то очень простое. Сопряжение строится вручную. Давайте сопряжем эти два отображения топологически. Как это делается? Здесь выбирается точка х одной окружности, но другой окружности выбирается произвольная, ну и вот давайте считать, ну, произвольная точка х с волной. У точки х есть образ под действием отображения f, это называется f от х. А у точки х с волной тоже есть образ f с волной от х с волной. Давайте просто скажем, что мы их сопрягли вот на этом маленьком интервальчике, просто взяли любое отображение, которое переводит один маленький интервальчик в другой маленький интервальчик, и назовем его как-нибудь, например, h с крышкой. h с крышкой – это гомеоморфизм, который переводит х f от х в х с волной, f с волной от х с волной. Давайте теперь… Да, это пока какое-то просто отображение. Мы сейчас его достроим, и оно будет сопряжением на самом деле. Это очень как бы странно, что мы взяли такое отображение совершенно случайное, и тем не менее его можно достроить до сопряжения, но тем не менее можно. Это и поразительно, так сказать. Возьмем маленький… Возьмем следующий образ. Просто возьмем отрезок f от х до f в квадрат от х. А здесь возьмем отрезок от f с волной от х до f с волной в квадрате от х. На нем надо задать какое-то сопряжение между точками. Как оно задается? Оно задается… Этот метод называется разнесение динамикой. Разнесение динамикой. Чего? Вот этой вот области х, f от х, области х, f от х вообще… Да, хорошо. Области х, f от х называется фундаментальной областью. Я потом дам более общее определение, но, видимо, не сейчас. Итак, вот у нас есть отрезок от f от х до f в квадрате от х. И мы хотим построить какое-то отображение, которое его отобразит в f с волной. От х с волной, f с волной в квадрате… Здесь какое-то отображение. Какое? Как его здесь построить? Ну, можно назад… Да. Совершенно верно. Можно сделать х минус первый шаг, потом h минус первый шаг, потом f, потом опять… Нет, на самом деле, просто можно h сделать и f с волной. Вот. Можете убедиться, что вот если точка а принадлежала вот этому вот интервалу, то после того, как мы сделали вот такое вот отображение, сначала f минус первый перевело ее вот в этот отрезок, потом h с крышкой перевело ее вот в этот отрезок, потом f с волной перевело ее вот в этот отрезок. Пожалуйста. Вот он гомеоморфизм, который переводит здесь точки одни в другие. Ну и точно так же можно делать… ну, по индукции можно продолжать и дальше. Можно определить ее на отрезки там… f2 от x там… f в кубе от x… f в третьей от x… Вот. И точно так же можно определить ее на интервалах-прообразах. f минус… f минус… n-ты от x… f минус n-ты плюс 1… x… и на всех таких интервалах это… это сопряжение точно так же определяется. то, что это гомеоморфизм вплоть до точек s и n… ну, это как бы видно, потому что внутри этих отрезков это гомеоморфизм, а на границе он так подобран, что он переводит одну орбиту в другую. а то, что в точках s и n он гомеоморфизм – это следует просто из-за того, что sn неподвижные точки, которые переходят одна в другую. Ну, соответствующие в соответствующие. s приходит в с волной, n приходит в n с волной. Ну, поэтому на половине окружности мы определили наш гомеоморфизм, а на второй половине можно строить точно такое же. И так постепенно на всей окружности строится сопрягающий гомеоморфизм. Продолжая по индукции, я напишу. Индуктивно. Получаем сопряжение на всей окружности. Почему это случилось? Думаю, мы же должны сопричь h, а пока… А, сейчас, давайте возьмем h такое… Ну, ну, смотрите-ка, когда у нас здесь есть какие-то точки… А, ну, типа, мы… А, ну, типа, да, мы устроим так, что, типа, вот, если мы с h вернемся, сделаем шаг, а потом вернемся на затачку, мы его буквально устроим, чтобы это то же самое, что сделать шаг просто вперед. Получили сопряжение f и f с волной. Вот. Очень хорошо. А вот, и что из этого следует, собственно, что мы нашли сопряжение? Мы нашли сопряжение для произвольного, близкого к северо-южному. Из этого исследует, что любое возмущение северо-южного сопряжено, так сказать, исходному с северо-южному, и, следовательно, северо-южное отображение структурно устойчивое. И в этом, так сказать, заключена вся парадигма поиска структурно устойчивых отображений. Вообще специалисты по динамическим системам очень долго… С момента, когда стало ясно, что структурно устойчивые системы все-таки не всюду платны, специалисты по динамическим системам долго искали критерии структурной устойчивости. Один из них состоит в том, что периодические орбиты все-таки должны быть устроены так, что у них не должно быть… что они должны быть гиперболичны, периодические орбиты должны быть гиперболичны. На самом деле это очень слабые условия, из этого еще ничего не следует, и надо добавить много всего. Тем не менее, здесь уже видно, так сказать, первые проблески того, как выглядит точный критерий структурной устойчивости, который был доказан усилиями на самом деле многих математиков. Посреднюю точку поставила Мане. Очень хорошо. Собственно, эти два метода, которые мы видели, с помощью сжимающего отображения в пространстве функции, с помощью фундаментальной области, это такие два классических, ну, два из трех классических способов построения сопряжений. И мы будем пользоваться ими и дальше. Давайте продолжим. Что у нас есть еще? Вот мы смотрели в свое время на удвоение окружности. Удвоение окружности тоже структурно устойчивое, но, соответственно, они уже не в дефиаморфизмах, а в своем классе, классе непрерывных отображений окружностями себя. Давайте будем постепенно к этому продвигаться. Для того, чтобы к этому продвигаться, нам потребуется еще одно определение полезное. Это полусопряженность, если я правильно помню. Как она хоть по-русски-то? Да. Вот. Пусть у нас есть два отображения G и F. Но, вообще говоря, они могут быть из разных пространств на этот раз. Ну, впрочем, как и раньше. Но здесь разные пространства могут быть выбраны очень интересным способом. И понятие, которое я сейчас определю, будет встречаться для очень неожиданных пространств. В связи, например, с таким явлением, как кодирование. Вот. Мы говорим, что эти два отображения полусопряжены. Полусопряжение, так сказать, имеет сторону. Поэтому говорят, что G — это топологический фактор. Ну, фактор F. Если существует непрерывное отображение, на все реактивное, давайте скажем. H. Уже не обязательно гомеоморфизм, заметьте. Главное в правильную сторону написать. H в композиции с F равно G в композиции с H. Ну, вот. На семинаре мы обсуждали сдвиг Бернули. Вот сдвиг Бернули, например, с удвоением окружности на последовательности их из нулей единиц. Как бы по делу полусопряженным удвоению окружности. Там чистого сопряжения быть не может, потому что пространства очень разные. А мы будем этим пользоваться не совсем по делу. Мы, на самом деле, будем использовать это следующим образом. Мы будем строить, так сказать, два полусопряжения. Так сказать, полусопряжение FG и G и F. А потом из этого вводить, что они по-настоящему сопряжены. Это прикажется в разных контекстах. Например, и для удвоения, и для дефиоморфизма Фоносова это работает совершенно одинаково. Вообще говоря, это не общий факт. По идее, могло бы быть так, что F полусопряжено с G и G полусопряжено с F разными отображениями. А F и G не сопряжены на самом деле. И поэтому для этого нам потребуется полезное утверждение про удвоение и вообще про умножение утроения и прочее накрытие окружности линейное. Утверждение такое. Пусть у нас есть отображение G, которое коммутируется с накрытием линейным окружности. Это накрытие окружности линейное К раз, то есть окружность К раз линейное растянули. Фи в кофи. А G это какое-то отображение степени 1. О, хорошо. Давайте тогда я сначала скажу, какое заключение, потом напомню, что такое степень отображения. По разному можно определять, я скажу, как нам будет удобно, и тогда я не буду это доказывать, отложу на следующий раз. А сейчас просто анонсирую, что если отображение степени 1 коммутируется с линейным накрытием, то из этого следует, на самом деле, что оно тождественное. Вот, это нам потребуется, мы это докажем и будем использовать. Но на окружности это сделать гораздо проще. На окружности можно сделать вот что. У нас любое отображение окружности поднимается напрямую. Вот если в это поверить, то вообще легко. Отображение окружности поднимается напрямую. Что значит? Значит, что ты можешь на угол смотреть... Извините, сейчас. А там не нужно, чтобы мы там целых точках значения понимали, чтобы принималось? Сейчас. Вот смотри-ка. Во-первых, можно определить, что такое поднятие формально. Вот есть фактор. R переходит в S1. В катализации по Z. Мы говорим, что G — это поднятие отображения окружности к себе на R, если проекция G от X равно G от проекции X. Что это значит? Вот ты взяла точку 0, у нее образ равен альфа. После этого мы идем и медленно увеличиваем наш угол на окружности и смотрим, куда его наше отображение переводит. Переводит в какой-то другой угол и так далее. В какой-то момент мы дошли до полного угла. В радианах он был бы 2π, в нашей терминологии это 1. В этой точке он принял какое-то другое значение, но поскольку отображение на окружности было непрерывно, то эти две точки должны были склеиться. То есть с точностью до целого разность между ними была целой. И так мы можем продолжать это отображение. Вот это K — это, собственно, и степень отображения на окружности. В общем, вот X плюс K — это X плюс K. Соответственно, отображение степени 1, если оно… точку альфа приводит в точку альфа плюс 1. Когда мы оббегаем окружность, то угол тоже в итоге оббегает окружность. В принципе, это может быть и не гомеоморфизм, но вот в нашем конкретном случае это гомеоморфизм, более того, это даже тождественное отображение. Вот. Видимо, с доказательства этого утверждения мы начнем, но не факт, или во всяком случае с напоминанием этого утверждения мы начнем следующую лекцию, и тогда мы приступим к доказательству того, что EK, вот эти наши накрытия окружности, являются структурно устойчивыми. Вот. И, собственно, давайте на этом мы сегодня закончим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...